добрый день вы на канале модной практики блузон из ладына для натальи ивановны продолжаем работать мы с вами сделали выкройку я думаю что все поняли как сделать выкройку сейчас я вырежу сметаю соберу переднюю часть спинку и мы сделаем пример очку на наталью ивановну чтобы вы понимали как эту вещь собрать смотрите у меня центр спины сгиб вот тут у меня приложена сгиб пелочка нижняя часть тоже сгиб вот она на сгибе одна половина боковых частей у меня тут разложено я ее вырежу переложу сюда вырежу еще один раз у меня таких деталей должно быть четыре и у меня останется только вот эта деталь но вы по порядку все наблюдайте вот здесь я оставила два сантиметра специально вымерила вот тут у меня два сантиметра что потом посредине разрезать и все что тут был сантиметр припуска и тут был сантиметр припуска маленькие насечки имеем право делать миллиметровые чтоб они нам не помешали мы вот так тут сантиметр прибавляю на всякий случай так у меня есть возможность добавить еще рукав еще четыре сантиметра прибавляем как я люблю во время раскроя ходить по кругу вокруг стола и это очень неудобно когда нельзя ходить кто хочет пошире вот здесь можно было еще вот так прибавлять вот Маленькие-маленькие насечечки по талии. Абсолютно миллиметровые. А сейчас вот эту же деталь мы вырежем еще раз. Когда выкройка готова и все продумано, кроить проблем нет. Уберешь и кроешь. Ничего не надо думать уже. Две боковых части полочки. Обратите внимание, всего на раскрой уйдет самое большое, это 5 минут. 4 абсолютно одинаковых детали. Я сейчас отмечу изнанку. Все, вот эти нам уже не нужны. 4 абсолютно одинаковые детали. Центр спины изгиб. Вот долевая нить. Примерно вот так вот. В центре переда это долевая. Вот она. Далее. Центр переда. Обозначаю вот так, только еле-еле-еле-еле чуть-чуть. Отлично. Осталась вот эта деталь. Плечо. Воротник. Центр воротника, центр спины. Смотрим сюда внимательно. Натсечка, не в самый угол. Вот тут я чуть-чуть прибавляю, но капельку совсем. Смотрите. Вот у нас центр переда. Вот у нас центр переда. Вот у нас две боковые части полочки. Центр спины и боковые две части спины я сейчас отдам уже на наметку. Переднюю часть я сейчас соберу на камеру сама. Смотрим передо мной. Верхняя часть, центральная часть полочки и нижняя часть. Убираем наши выкроечки. Вот это у нас изнанка. И вот это у нас изнанка. Значит, мы раскладываем. Вот смотрите. Совмещаем центр с центром. Вот у нас надсечка. И вот у нас надсечка. Центр с центром. И сметываем вот этот вот запах. Вот здесь вот у нас запах с вами. Но как женская одежда застегивается справа налево, то у нас правая часть полочки сверху, а левая пошла под низ. Если мы все правильно соединили центром с центром и собрали, то с нижней частью, вот этой нижней частью, где подрез, у нас совпадет без проблем. Если появятся сейчас проблемы, значит мы где-то ошиблись. Вот видите, да? Вот у нас центр совпадает с центром. Но тут какие-то миллиметрики вышли лишние. Их можно чуть-чуть прибрать капельку. Просто чуть-чуть больше взяла, чем сантиметр где-то. Миллиметра три вот так вот просто срезаю. Вот центр с центром соединяем. Я пока соединяю швом внутрь. Конечно, по-нормальному это будет все соединено швами наверх, открытыми срезами. Так, смотрим, что у нас получилось. Центральная часть собрана. Ну вот, у нас вот тут будут плечи. Вот тут будет воротник, а вот тут будет подрез. Воротник уйдет в запах. Смотрите, у нас все правильно. Вот на это место, смотрите, все хорошо. Сейчас соединим рельефы. Но рельефы будем уже собирать как бы швами наверх. Сейчас на рельефах нарисуем два сантиметра изнанка, изнанка. Значит, вот это у нас лицо. Два сантиметра. Ставим вот такие отметочки. И накладным швом собираем. Теперь наша Наталья Ивановна будет не просто счастливая обладательница свитшота из Ладена, а она у нас превращается в счастливую обладательницу свитшота и блузона. Теперь у меня нахлёст в швах два сантиметра, потому что я немножко оставила отметки. А сейчас сантиметр от края я начну сметывать. Обратите внимание, как всё просто собирается, когда оно точно заранее рассчитано. Если когда мы делали выкройку, нам ещё что-то надо было думать, то сейчас, когда мы уже краим и смётываем, нам уже ничего не надо думать. Мы всё продумали заранее. Пока смётываешь, уже можно себе придумать следующую вещь. Я очень люблю во время раскроя, чтобы всё было точно. Любая неточность приводит к проблемам. А сильно проблемы нам не нужны, их и так у нас полно. В жизни и так полно проблем. Зачем делать ещё себе проблемы неточным кроем? Внимательно рассмотрим. Передняя часть нашего блудзона, она на столе. Я хочу сказать, что сейчас плечи, переходящие в рукава и боковые, я буду смётывать обыкновенным стежком внутрь, потому что сейчас у нас примерка, потом всё это будет разбираться. Мне так удобнее, я померяю, а потом уже девочки будут разбирать и собирать уже как положено. Я хочу сказать, что перед нами передняя часть. Я лицом к лицу накладываю заднюю часть, спиночку, которую уже Наташа сметала. Да, отлично, всё хорошо, очень совпадает. Вот боковой шов наш, отлично, вот он. Удобство в том, что боковые части полочки и спинки абсолютно одинаковые. У нас четыре абсолютно одинаковые детали. Центральная часть полочки отличается от центральной части спинки тем, что в ней присутствует подрез и воротник опаж. Боковой шов я смётываю сейчас. Отлично, у меня всё совпадает, потому что детали одинаковые. А самое главное, от скольких проблем мы себя избавились. Не надо думать, куда это, куда то. Стой себе метай, ни о чём не думай. Собираем плечо, переходящее в рукав. У нас, во-первых, вот эти рельефы точно должны совпасть. Вот они точно должны совпасть. На полочке начала плеча у нас, вот куда пришла надсечка, вот в этой точке. Да, у нас так и получается. И начинаю смётывать. Так, я вспомнила, что у нас по ростку нет отметки центра спины. Ставлю центр спины, просто сложил росток пополам, ставлю центр спины, маленькую отметочку. И теперь проверяю воротник. Мы же там раз прибавили, два прибавили на всякий случай. А теперь вот наш воротничок вот так вот разворачиваем надсечки. Ну вот у нас прямо точно-точно. Вот видите, если мы вот тут воротник по центру спины на сантиметр сметаем, у нас точно так и будет, всё точно совпадает. Я за воротники. Я бы указ издала, чтобы все шелездили с воротниками. Но, к сожалению, у меня такой власти нет, такие указы издавать. Я могу только вас уговорить, чтобы вы полюбили воротники. Теперь осталось воротник вметать в росток. Центр с центром скалываем. Центр спины с центром воротника. Надсечка сама открылась. Вот она. Конечно, когда уже будет это всё стачиваться, где-то незаметненько подклеится какая-нибудь клеевая маленький квадратик, чтобы это всё не рвалось. Мне кажется, я никогда не устану повторять, давайте носить одежду с воротниками. Даже вот такая абсолютная, ни к чему не обязывающая вещь для улицы, когда она будет с воротничком, вы поймёте, что это красиво. Сейчас посмотрим, как это выглядит с изнанки, с лица. Вот видите, у нас надсечечка открылась. Одна часть ушла на горловину, вторая на плечо. Вот так выглядит с лица. Плечевой шов, переходящий в росток. Вот так выглядит с лица. Ну всё, можно звать Наталью Ивановну на примерку. Сейчас посмотрим. О! Я вам хочу сказать прямо хорошо. Зовём Наталью Ивановну на примерку. Ещё вещь не собирали только что, только что я её сметала. Первая примерка. Перед нами будущая счастливая обладательница нового блузона из Ладена Натальи Ивановны. Смотрите, какая широкая, комфортная вещь. Абсолютно широкая. Вот такая вот, очень широкая. Абсолютно соответствует сегодняшнему дню. У меня просьба, кто захочет нам написать, что широко, вместо того, чтобы писать, что широко, сделайте поуже. Кому мало ширины, прибавляйте. Кто захочет вот сделать вот такой рельеф, переходящий и создаёт видимость спущенного плеча, это не спущенное плечо. Смотрите сбоку. Это просто наш рельеф ушёл на другой уровень. Смотрите, как получилось вот это место хорошо. Кто захочет побольше сделать воротник, пожалуйста. Он может вообще быть вот таким вот большим. И это тоже будет красиво. Кто-то захочет скруглить эти уголочки, кто-то захочет его вообще какой-то другой формы сделать, кто-то захочет вот такими углами вниз сделать. Абсолютно любой формы воротник по этому методу вы сделаете. Думаю, что все поняли, как собирается вот этот узел и как собирается воротник в плечах. Больше здесь никаких сложностей не было. Да, 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 да. Наталья Ивановна будет себе гулять вот в такой вот абсолютно очень свободной вещи. Мы хотели что-то такое очень свободное вам показать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео. А самое главное, повторяйте за нами наши уроки. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштрин Михайловна, Наталья Ивановна и вся наша команда.